Когда был первый сезон, у нас еще не было такого большого опыта ЛАНа. То есть мы же ездим не только на VG League, у нас уже и Техлавс, и ВЦГ. Это уже не что-то такое сверхъестественное для нас. Это первый наш такой ивент, где мы всей командой первый раз собрались в Реале. Мы сейчас позитивно заряжены. Ясэ, я считаю, это очень сильная команда, хотя бы потому, что очень сильный состав, именно боевой по танкам, усилили Фалькон и Шульц, которые пришли из Юнити. Поначалу была задача в восьмерку попасть, это как мечта идиота, я иначе не скажу. Было достаточно тяжело, последние где-то 3-4 игры мы выиграли, этого нам хватило, чтобы занять хорошее место. Четвертое место, в принципе, мы довольны. Я не скажу, что мы сейчас в каком-то нервном напряжении находимся перед играми. То есть относимся достаточно спокойно. Сказать, что мы просто фигматически, ну играем, играем, какая разница. Тоже я не скажу, у нас все-таки задача хотя бы одну выиграть игру. Это просто минимум нам организация поставила цель. Это и мы сами хотим. Ну я думаю, пятое, шестое они точно должны занимать, а уже выше, как получится. Майнд достаточно хорошая команда. Я считаю ее большим фаворитом, чем Юнити. Потому что Юнити все-таки достаточно молодой состав, а Майнды уже закаленные боями, они очень долго играют одним и тем же составом на высоком уровне. То есть я считаю, что второе место для них будет вполне заслуженным. У нас команда самая стабильная по составу людей и дружная, я считаю. Я надеюсь, что этот ланд-финал станет отправной точкой для нашей команды, от которой мы пойдем только выше, результаты станут лучше, игры красивее. Естественно, нам где-то еще не хватает опыта. Завтра посмотрим, как там будет. Столько людей может заклинить. Но я думаю, что все должно быть хорошо. На сцену мы завтра пойдем только с единственным настроем, это побеждать. Какой еще может быть настой на такой стадии? Мы пришли побеждать. Станин на сегодняшний бой, конечно же, победа. Команда LoL Team 1 достаточно тактическая команда, они играют больше не от давления какого-то, я так, а именно от позиционных перетяжек очень много. Эти ребята очень серьезные сперли, потому что они, во-первых, очень опытные. У них также есть опыт и ланов, и много турниров. Поэтому эти ребята очень опасные, и с ними надо серьезно играть. Видимо, это ГГ, и будет дострочная победа майндов. Вот, 70 хп у Лаки Рашера, да, да, не уйти. Победа майнд, друзья, в этом матче. Да, это так будет просто. 2-0, элементарно. Результатом сегодняшних игр я, конечно же, доволен, так как это все-таки победа. Победа сухую. Пусть было 2 ничьих, но ничего страшного. Ну, команда MyRevage, на самом деле, ничего особого они не придумали. В принципе, ничего такого сверхъестественного по тактике не было, что нас очень удивило. Настрой суперский. Я думаю, завтра к Na'Vi подойдем уже в хорошем положении духа. Мы в онлайн-части выигрывали. Na'Vi единственные. То есть они уже будут видеть нас в угрозу. Вообще, идя на турнир, то есть мы уже сразу, ребят, вот у нас полуфинал. Винеров. Играем с Na'Vi. Был настрой только на Na'Vi игру. Выигрывать надо Na'Vi, и все, мы уже топ-3. С самого утра две команды. Это RockSkiss и ESC. Давайте их поприветствуем, друзья. Команды ESC неплохие ребята. Вышли в Голл. Лигу, обзавелись спонсорами. Но я считаю, нам надо их обигрывать. Команды ESC, хоть и не очень большой опыт игры на ланах, но в целом команды. Но индивидуально у игроков есть опыт игры на ланах, и я думаю, они понимают, что это такое, и покажут бой. Я считаю, что наша команда является фаворитом этой встречи, потому что на протяжении последних месяцев наша команда показала более стабильный результат, чем противник. Я думаю, мотивации у них очень хорошие. Плюс RockSkiss сейчас играют не на своем наивысшем уровне. Но они в основном играли раньше от дефа. Посмотрим сейчас, как они будут играть. Ну, решим еще по ходу боя, что будем делать. Мы рассчитываем на агрессивную игру от RockSkiss, а мы постараемся наказывать их за их ошибки, если они будут их совершать. Ну что ж, проигрывая 2-1 по ходу матча, команда ESC переворачивает себя с ног на голову и вытягивает пятную решающую карту и побеждает матч за счетом 3-0. Браво, ESC! Браво! Это победа! День, в общем, выдался удачно. Первые 4 игры играли более пассивно от соперника, ожидали от него активной игры. Наша стратегия на матч полностью оправдалась. Мы очень, конечно, довольны нашим выступлением. Сейчас у нас будет игра против команды Майнд. Команда сама по себе очень серьезная. У нас довольно серьезный настрой перед этим матчем. Это самый важный матч, который здесь может быть, потому что победители – это уже как минимум топ-3. Ну и, соответственно, победить Na'Vi – это всегда радость и счастье. Попытаемся обыграть с уверенным счетом. Настрой боевой, правда, немножко подустали, так как матч наш последний. Но я думаю, все будет нормально. И у нас традиция – мы всегда падаем в сетку лозеров и оттуда добираемся до первого места. Скорее, сегодня мы будем пытаться нарушить традицию. Очень жесткая, очень четкая игра от Nato Swensor. Очень уверенно они сегодня себя показали. 3-0 досрочная победа в матче. И, конечно же, топ-3 уже в лиге. Ну, не получилось. Я совершенно не ожидал изголовного счета. Как бы, ну, точно не в ноль. В принципе, по тактикам было как задумано, играли. Но по личным перестрелкам получились фейлы. И получилось вот как получилось. На самом деле ситуация игры со геймингом не очень смешная, потому что мы с ними тренились перед планом полторы недели. И будет, наверное, что-то интересное на самом деле, потому что придется придумать что-то новое. На тренировках мы с ними играли. Процентов 70 побед. Передугадать что-то сложно. Уинити очень сильная команда. Она по своему стилю очень похожа на наших прошлых соперников. Рокскиз тоже. Команда играет очень агрессивно. Ну, и мы, наверное, попробуем их бить тем же, чем мы им и били с Рокскиз. То есть сначала выжидаем, потом нападаем. Я обычно всегда играю агрессивно, но сейчас уже начинаются такие стадии, что, думаю, будет больше пассивной игры. Гораздо больше. Мы будем стараться играть, конечно, вторым номером. У нас, естественно, есть заготовки, но мы ими особо не спешим пока раскидываться. То есть в нужных ключевых моментах мы будем стараться удивить любого соперника. И где надо, мы должны выстрелить. Довольно трудный матч будет. Нам нужно обязательно побеждать, так как, ну, я думаю, всем не хватит падать в светку лузеров, потому что придется играть на последний день три матча, чтобы дойти до кран-финала. И как-то это будет очень неудобно. И я так скажу, для меня это принципиальный матч, так как мой противник – это мои бывшие тиммейты. Толик очень много урона успел раздать. Две секунды. Все. Это победа Unity, друзья. Поздравляем, поздравляем. Аплодисменты Unity. ЕСЦ остаются на сцене. Они сыграют с Лол Тим 1. Проиграли, где-то не хватило концентрации, где-то побоялись принять нужные решения. То есть игра была достаточно ровная. В ответственные моменты просто мы были немножко слабее. Сейчас нам предстоит игра с командой Лол Тим 1. Мы часто с ними сражаемся на ЕСЛе других турнирах. И поэтому очень часто соперничаем между собой. Последние две встречи были, конечно, за нами. Это дает нам некоторый оптимизм и уверенность. Выиграет тот, у кого будут более крепкие нервы. Давайте, поехали, поехали, поехали. Вот, вот есть засвет. Минус победа, победа команды Лол Тим. Кто бы сказал 30 минут назад, что счет будет в этом матче 3-0. Я не верил, честно. Я ждал сопротивления. К сожалению, команда ЕСЦ покидает турнир. Где-то мы растерялись. Где-то мы были не готовы к такому темпу, который мы сами себе взяли. То есть мы как важнее в Раши во втором бою, так и в третьем бою мы просто не смогли остановиться. То есть мы хотели идти только вперед, вперед, вперед. Но, в общем-то, и получили такой неприятный результат. Мы очень сильно подготовились к матчу. Морально, тактически. Знали, как они будут играть. Они еще только что проиграли матч против Юнити. Я думаю, это также на них добило морально. Реально, нас немного выглядело от того, что мы проиграли с самого начала. Но мы именно от того, что проиграли, получили опыт. И просто подготовились к матчу очень хорошо. Я бы сказал, что они не играли на полную силу. Я немного ожидал, что они будут сильнее отыгрывать. Майнд в течение сезона показали себя достаточно сильной командой. Я думаю, что шансы примерно немного в пользу нашего оппонента. Я думаю, фаворитов в данном матче будут Майнды. Нигде не ошибиться, и я не выиграю. Мы, конечно, просмотрели бои. Чисто, чтобы знать реакцию. Мы не собираемся их контрить, потому что это предсказуемо. Мы собираемся навязать свою игру. И если получится, мы должны правильно реагировать на то, что делает наш оппонент. Вот и все. Я думаю, нам будет проще выиграть Агейминг, чем Майнд. Но мы все равно будем готовы к Майндам и к Агеймингам. Ну все, что тут здесь говорить. Это победа команды Майнд. И они выходят в топ-4 завтра. Шутер. Ултима-1 ожидает это. Да-да-да. Матч. Аплодисменты Майнд. Они сделали это. Все-таки отсидели и защитят. На самом деле по эмоциональной составляющей было очень тяжело. Все ребята нервничали. Но в то же время была максимальная концентрация. Все друг другу подсказывали. Давали информацию. Как можно больше полезной. Но и все получилось. Ошибка геймингов, скорее всего, была в том, что они пробовали играть какие-то ненаигранные свои стратегии. Пытались выдумать что-то новое, чтобы нас удивить. И, возможно, что-то не сработало. Вчера с Na'Vi мы пытались выдумывать что-то новое. У нас это все провалилось. Мы приняли решение все-таки играть более-менее стандарты. Если бы мы встретились с Лолами после нашей победы над ними, я бы сказал, это удобный 12-цеперник. То есть мы легко пройдем снова. А теперь я смотрю, что они в течение финалов прибавили очень сильно. И после игры с ESC они так уверенно взяли победу. Я думаю, придется нам очень сложно. Они подсобрались сильно. Готовились мы усердно, просматривали, как мы играли, наши ошибки в эфирном сооружении против майндов. Я бы даже сказал, что мы слишком пассивно играли. Но я особенно направил 8 очков. Тупо боялись один танк потерять. Я думаю, команды будут играть более сейл, потому что слишком много на кону. Не будет каких-то опрометчивых решений. Мы рассчитываем, что будем играть активно. Первые шаги мы будем, как всегда, мы предпринимать. И будем посмотреть, где и свои противника, а дальше реагировать. Мы с ними уже играли и, в принципе, уже немножко узнаем, что они делают. Ну, догадываемся, как они будут играть. По-любому, контрить нас будут. Как обычно. Майнд пытается атаковать шутерсов. Я не верил, что они пойдут в атаку. Я тоже не верю в это. Минус раз. Ой-ой-ой, вот и Майнд рискнули. Это, по-моему, последний шанс от команды Майнд. Ну, давайте смотреть, что они сделают. Все, либо ничего. Моментально заберевают Чили и Вилли. Три танка у Майнд. Три танка и Т-1 остаются у Майндов. О, нет. В данном случае, Лолтим-1 попросту пересидели Майнд. Вот как раз тот момент, когда риск не был оправдан. Когда команда попыталась лишний раз сыграть более агрессивно. Ну, что ж, поздравляем, Лолтим-1. Они остаются на сцене. Они уже, как минимум, топ-3. И им присоедет сражение против Red Rush Unity. Аплодисменты Майнд, друзья. Аплодисменты. Браво, Майнд. Браво, команда Лолтим. Мы ждали, что будет очень тяжелая игра. Но, видать, Майнды были немного отчаянными. Следующая наша команда – это Unity. И мы рассчитываем ее победить. Unity более тяжелый соперник, чем Майнды, безусловно. От Unity я жду более пассивной игры. Чаще всего они не рискуют. В основном сидят более в дефе. Я хочу сыграть она на свою руку. И чтобы они играли в мою игру, а не я в их. Главное, не нервничать. Есть минус, Адиадон. Один, Т1 остается. Нужно его найти. Какой уйдет. Видели его заранее? Ну что ж, Т1 и победа Unity. Ну не дадут ему шестой фраг. Все, Карпатрон. Минус, шестой фраг. Браво, Юнити. Браво, Лолтим. Напряженнейший матч. Ну, это был великолепный финал нижней части сетки. Молодцы. Лолтим один выглядит, как действительно. Очень сильная и классная команда. В следующем сезоне мы ждем от них очень крутой игры. И они доказали, что они могут рвать и метать. Доказали, что они могут выходить в суперфинал и могут бороться за первые места. Мы с результатом были чем довольны. Мы и так прошли через Узеро. Сразу вылетели. И буквально любой бой нам почти что на вылет был. И мы все-таки взошли аж до третьего места, сражаясь реально на вылет. Мы, конечно, ожидали, что мы победим. Но после победы над Майндами, Лолов, мы немножко испугались, так сказать. И правильно, что мы это сделали. Мы играли более аккуратнее. И у нас получилось победить. Это был неожиданный для нас соперник. Мы не знали, что делать. Мы готовились к игре с Майндами. Мы готовились к Юнити по возможности. И из-за этого, может, чуть-чуть ошиблись, а может, чуть-чуть не доработали. Ну, а так счет 2-1, что показывает, что просто чуть-чуть не хватило для победы. Я думаю, что Na'Vi выиграют. У них очень сыгранный состав. И они по-любому, если не на скелетах, на опыте всегда вытянут свои. Я думаю, что вероятность нашей победы над Na'Vi процентов 40 с учетом того, что Na'Vi станут за счет 1-0. То есть сейчас очень сильно держатся. Видят друг друга соперники, но пока что драка не продолжается. И очень мало хпо у Юнити остается. Мы видели, что много танков у них остаются двухшотные, ваншотные. Мы видим на хелсбарах, насколько больше преимущества у команды Na'Vi. Даже лишившегося одного танка вряд ли смогут как-то изменить от событий Юнити. Страйк за свете, за свете Кириллой. Левша минус, Люцик и улавим преимущество. Анатолич 8 начинает действие. Выезжает Анатолич на страйк, а получает урон. Получает ужасный урон. Минус Анатолич. Минус Анатолич. Na'Vi должны ехать на Ильи дальше. Видят Деодора, выезжает Кириллой. Не пробивает Деодора. Кириллой, да можно было забрать, но вот страйк в другую сторону стрелял. Деодор пытается танковать гуслей. Ой, какая опасная ситуация. Да, здесь очень тяжело. Юнити 127, 92 аустрайк от Кириллойда. Минус Форсик, минус Деодор. Один Рино остается, минус Капи. Да, вот теперь уже 7 хп, они убивают Кириллойда и все. Сейчас будет шот и не пробивают его Кириллойда. Ну и приехал Инспарер и вся команда Дайда победила Na'Vi. Они чемпионы второго сезона Голден Лиги. Поздравляет Санту Смиттер, друзья. Мы выиграли и теперь мы точно попадаем на гранд-финал. Это была наша основная цель и мы ее достигли. Ко второму сезону мы хорошо подготовились и практически были уверены, что мы его выиграем. Но очень приятно побеждать два раза подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова